всем привет пожаловать на мой канал сегодня у нас с вами по-моему пятая часть оформления дневника беременности и сегодня видео пойдет немножечко по-другому вначале я вам расскажу что я буду показывать в этом видео а потом буду отвечать на вопросы которые вы мне записали написали в инстаграм и так что мы сегодня увидите что вы сегодня увидите как я оформляю развороты опять же в своей манере разворота достаточно много потом я буду склеить как видите я все делаю сейчас на листочках но потом я буду склеивать листочки между собой по триместром то есть меня будет отдельно 1 1 2 1 на 3 и потом будет четвертый блок это родов но я потом покажу если вообще получится нет наверное уже сделаю за кадром вот и также вам покажу как все это дело оформляю и как я начинаю оформлять обложки самих вот этих получается таки блоков по триместром мы сами успеем сделать оформление первого триместра все остальные будем делать в последующих видео да вроде бы так все рассказала теперь давайте отвечать вопросов очень много поэтому я думаю мне будет еще следующая часть где я продолжу на них отвечать итак начнем с вопросов 1 можно ли сразу после родов поехать домой при условии что все в порядке в принципе да здесь всего лишь оставляют на сутки то есть вы рожаете смотрят что у вас все хорошо обязательно что там должны сходить в туалет да но я думаю кто рожал то понимает в россии в принципе тоже также смотрят что с ребеночком все хорошо а по моему больше суток не держит и потом вас выпускают выпускает опять же при условии что у вас есть кресло карсид без него вас не выпустят я помню об этом говорил в предыдущих видео да и вас отпускают не знаю хорошо это или плохо проверим потому что я на самом деле провела в россии в роддоме пять дней потому что ребенка была желтушка здесь я понимаю желтушкой отпускают а правда я не понимаю как то ее лечить потому что надо же под лампами вот так что он не знаю далее а если разница рожениц канады и приезжих насколько я знаю нет потому что это была бы какая-то дикая дискриминация здесь все за права человека поэтому конечно же здесь такого нету у меня много знакомых и приезжих кто здесь рожал и не по одному ребенку и все хорошо после рождения ребенка если выплаты декретные насколько я знаю есть какие-то небольшие выплаты пособия но вы кстати заполняете перед тем как стать вас не выпустят еще пока вы не не выпустят вас из роддома пока вы не заполните на документы первое из них это будет анкета на имя ваш ребенка например как у нас в роддоме было да то есть можно было уехать и не сказать никакое имя потом получите с рождения здесь такого нету и еще один будет листочек по поводу пособия вот так же прям сразу же в роддоме его заполняете но насколько я поняла там выдается не всем а смотрят по доходу вашей семьи я точно знаю какой там доход узнаю вам расскажу вот но кому-то кому-то можно кому-то нет то есть они помогают малоимущим если у тебя страхи связаны с предстоящими родами знаете есть тоже такая поговорка что первый раз не страшно потому что первый раз не знаешь что будет автора страшно вот поэтому конечно есть во первых есть что а вдруг что-то пойдет не так хотя прекрасно понимаю умеет много здесь говорят что здесь просто шикарная медицина в плане родов то есть здесь прям пекутся о роженицах о детях а я больше беспокоюсь знаете о том что я могу не доехать так как вторые роды говорят намного быстрее хотя опять же все но все по-разному да но в принципе кто основное говорят что все быстрее я же например при верах родах когда меня только начали схватки домой не поехал не вернее я в родом не поехала я провела всю ночь и ну очень сколько там по часов 8 9 я провела дома потому что понимала что ну не имеет смысла ехать я знаю что маленькая раскрытия не такие мясе на схватке здесь же я боюсь и плюс он сама больница находится в центре и если я попаду попадем в пробку то это все объехать ее никак будет невозможно я вот боюсь еще из-за этого первых не доехать вторых застрять в пробке вот да и в принципе все да у меня больше таких нету но опять же я вам потом расскажу что то как было знакомились ли с акушерами которые будут принимать роды здесь такого нет совершенно ни с кем не знакомитесь никому вы не платите а единственное я вот например сейчас когда хожу гинекологу да я хожу то здесь по им тоже говорила гинекологи находятся в отдельном здании то есть не в здании не здание самой больницы при как вот мы привыкли да то есть мы когда ходили гинекологу на осмотр и он находится противом в больнице а рожать вы едете в роддом здесь такого нету но здесь все гинекологи находятся в отдельном здании в принципе вы их все видите у меня есть свой гинеколог в принципе даже два потому что второе она заместитель но не факт что я попаду к ней потому что она работает получается два раза что ли в роддоме получается она принимает как гинеколог именно беременных поэтому я примерно видела кто из них какие бывают гинекологи два два из них они получается следят за мной а вот но попаду не попаду не знаю в принципе говорят здесь вообще не имеет значения потому что гинеколог ты видишь в самом конце да когда вот уже роды наступают акушера нет не знаю кто будет но уверена что это очень добрые добрые приятные люди которые тебе обязательно помогут это я сужу потому когда я была в триаже я вам тоже говорил в первых видео да то есть там иметь сестры и акушер они все прекрасны коляску покупать будете в зиму или вам с ней не проехать коляску мы уже купили я вам рассказывал в предыдущем видео и также говорила что в принципе проехать можно здесь чистят дороги чистят дорожки специально только маленький трактор проезжает но опять же конечно же не везде и если не считая таких насильных снегопадов да а так в принципе в обычной жизни конечно же можно дальше а прописывают ли в первом триместре дюфастон или утражестан честно даже не знаю что это за лекарство поэтому нет здесь вообще ничего не прописывать прописывают полный ноль единственное говорят что пейте может ему как-то называется фолиевую кислоту в этом еще говорил семейный врач и пить витамины обязательно для беременных все больше ничего не прописывают какие анализы сдавали как часто честно я не помню говорила в предыдущих видео или нет здесь совершенно спокойно относятся к анализам сдаю я их не часто и вот в последнем месте их вообще уже кстати не сдаю начиная с середины седьмого месяца поэтому я даже не знаю буду я ли еще что-то сдавать или нет вернее мне сказали что через две недели я еще сдам а так как есть анализы чисто моча и кровь на разные обязательные какие там анализы болезни да или отклонения мочу тоже сдавать там не каждый не каждую неделю и не с утра как это было в россии очень редко сдавала мочу знаете на может быть за за все время вот сейчас я на восьмом месяце я сдавал наверное раза три-четыре максимум вот в принципе сны анализы крови которые сдавала я рассказывала а так очень переживала что вас не было не тебе в инстаграме рада что вернулись спасибо а если в канаде выплаты я сказала чем отличается ведение беременности по сравнению с россией тем что здесь намного спокойней здесь нету такого ужаса и вас не пугают что кошмар если ты не придешь если ты не сдашь вот это то то и будет на эти вот нагоняют по крайней мере такое было гинекома которым я ходила она просто нагоняла ужас не дай бог там что-то плохое на ктг мне как-то ребенок мало двигался все тебе надо срочно ложиться на сохранение очень просто на меня доводило часто до слез здесь поспокойнее здесь очень очень осторожно относятся к беременным по поводу какого-то отличия я может потом еще буду говорить но перс сейчас что в голову приходит я в этом инстаграм тоже говорила здесь очень быстро проходит осмотра беременности беременны которые когда вы приходите на запись да то есть в первый раз когда вы только приходите знакомиться с гинекологом он записывает все ваши все ваши показания это 15 минут все последующие это всего 5 минут это очень быстро то есть вы приходите садитесь приходит врач спрашивает как дела есть ли жалобы вы говорите да или нет если есть то вы задаете она смотрит на пероанализа если вы сдавали говорит какие у вас хорошие или плохие потом она проверяет давление далее слушает ребенка с помощью такого такого специального устройства это начальной стадии когда вы уже приходите в третий триместр она уже начинает измерять живот и все говорит когда вам прийти 5 минут вообще не больше все равно делают другие люди то есть у каждого гинеколога есть свой секретарь вы к нему подходите далее еще перед тем как встречаться самим акушером с самим гинекологом вас встречает еще одна девушка который берет ваши документы то есть у вас на руках нет никаких карточкам тоже про это говорила берет ваши документы вы подходите к весам взвешиваетесь она быстренько записывает потом эти документы относится в специальную комнатку такую небольшую заводе заводит вас туда высадитесь и ждете когда придет к вам гинеколог уже она включает компьютер находит вашу фамилию в этом компьютере файле все уже есть все ваши анализы все 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 что кстати очень удобно опять же никаких идиотских карточек и всего прочего как было в россии врач быстро приходит записывать что там пришла быстренько просматривать на компьютере все вот это мне кажется много круче вообще прям но это прям супер удобно потому что эти карточки все эти листочки вот там ты анализы крови сдала потом через несколько дней должна прийти вон там на третьем этаже на столе будет квиточек лежать вообще бред полный я помню ужас вопрос а еще как отреагировал сынули на новость о втором малыше я об этом говорил в предыдущих видео в каком-то одном из предыдущих видео ему очень понравилось но он заплакал когда узнал что будет девочка танюша как часто посещение гинеколога и обходится гинеколог здесь бесплатно как и вся медицина здесь бесплатная ну я имею это такая то есть кроме понятное дело там стоматологов все прочего да так она бесплатно посещение гинеколога в самом начале раз в четыре недели потом второй триместр раз в три недели третий триместр раз в две недели а и после тридцать седьмой или тридцать восьмой тридцать восьмой недели раз в неделю так просто легких родов спасибо большое я надеюсь когда вы смотрите видео я уже рожу так как честно надо сдавать анализы я сказала надо ли проходить узких специалистов типа лора или офтальмолога нет хороший вопрос нет вообще никого не надо проходить ноль я никого не проходила кроме как гинеколога издавать общие анализы крови и мочи представляете какой здесь какая здесь вообще веселуха я вот просто помню опять же в россии сколько же надо было пройти этих врачей по-моему там надо было пройти в самом начале беременности да и по-моему в третьем триместре и и лоров и кого там только не надо было окулистов обязательно психологов неврологов и все такое прочее стоматологов позже там и здесь такого нету вообще нету здесь единственное такое посмотрели чтобы когда опять же это кровь была когда я сдавала на диабет ну и все как я вам говорила да что у меня отрицательно все вот поэтому я очень рада что здесь такого нету бреда как в россии опять же знаете я не знаю может быть кто-то мне согласится может быть это правильно или неправильно но мне кажется все ну вот зачем проходить стоматолога типа говорят что плохо если будет там кариес то то передастся ребенку что ли но и не знаю почему здесь так этому спокойно относится лора ну плохой у вас слух ну что дальше зрение ну плохое у вас зрение то есть если конечно слишком плохое зрение то может быть они бы что-то и сделали но в общем я не знаю но мне кажется вот в этом мне нравится что не надо сидеть в этих идиотских очередях и ждать по часам просто я просто я это помню с бабками сидеть потому что мне постоянно раздражал у нас в россии я помню в больнице вторник это был день беременных и этих грудничков но почему-то во вторник принимали всех сынах и бабушек и дедушек и вообще всех и я и никогда не могла понять то почему почему их не не поворачивают и говорят вернитесь в любой день из четырех до кроме вторника приходилось мне с ними сидеть справа чихают слева икают там кто-то кого тошнит и ты сидишь беременная бред так если такая обязаловка по сдаче анализов каждый триместр я сказала да выдают на руки надо обязательно сдать ну конечно обязательно может быть кто-то и забивает на это но мне кажется таки это здоровье я все анализы проходил и кстати когда вот была на днях врач врача меня похвалила сказала что я образцовая не пропускала не анализы не встречи вот это было очень приятно да поэтому не знаю мне кажется странно пропускать встречи или не сдавать анализы тем более их здесь не так много сдать анализ крови иногда и мочу и опять же когда ты сдаешь я по-моему тоже говорила ты приходишь в лабораторию который находится отдельно ты там сидишь там вообще недолго есть максимум можете просить там на 20 минут но это просто супер максимум если вам не повезло со временем а так в принципе все очень комфортно сдали ждать анализа не надо потому что все анализы автоматом по почте через интернет переходят к вашему врачу и к семейному и гинекологу все красота то же самое кстати касается и узи поэтому мне кажется странно не сдавать их интересно знаете как все происходят как проходит обследование и чем отличается от россии а что именно вы имеете по словам обследование просто когда я даже не знаю как ответить на этот вопрос обследование если вы имеете ввиду узи то я тоже рассказывала узи в принципе ничем не отличается оно такое же только все намного поприятнее поспокойней так дальше сохраняют ли беременность при угрозе можно выбрать врача вы по поводу беременности при угрозе нет здесь не сохраняют здесь вы ставите на учет в 12 месяц в 12 недель а если на перво вас там не благи других показаний беременность не сохраняют потому что они считают до 12 недель если организм решил отказаться то значит так надо было да это может быть грустно звучит потому что я помню в первом беременности я на сохранении лежала это мне кажется просто потому что врач врач решил поставить галочку вот да так до 12 недель нет а потом конечно же говорят при любом малейшем случае обязательно сразу же ехать в больницу можно выбрать врача в принципе да когда вы находитесь именно врача он нас спрашивал кому мы хотим записаться если есть кто-то из знакомых так у нас никого не было мы сказали записывать нас к любому врачу она посоветовала одного врача которым я сейчас хожу правда прекрасный прекрасный врач мне она нравится все по делу быстро достаточно молодая поэтому да к ней вопросов нету так анализы часто гоняют сдавать узи витамины рекомендуют я уже ответила можно не приходить на прием или тогда санкции за это будут я честно не знаю по поводу гинекологов но обычно да если вы например приходите на семей к семейному врачу да или вы списались какому-то врачу не пришли санкции большие достаточно во первых там штраф во вторых вас могут там в черный список внести или просто вас не запишут да такое тоже может быть поэтому поэтому можно перенести прием мне так один раз уже было но именно отказаться ну зачем я просто в этом тоже не вижу смысла а санкции там по-разному от 100 долларов и выше считаю кстати тоже это правильно потому что к некоторым врачам записаться сложно и если кто-то пропустил то пожалуйста хотя бы позвони и отмени то есть можешь спокойно отменить и не прийти вот в принципе на этом у нас заканчивается пятая часть если не ошибаюсь а в следующих частях я отвечу на все остальные вопросы спасибо что их писали спасибо что посмотрели это видео если есть какие-то вопросы то обязательно мне их пишите и увидимся с вами скоро до скорой встречи пока-пока